В деревне Мойка Батецкого района сегодня открылся новый детский сад. Подрядчик и здесь отстал от графика почти на год. В его адрес был направлен десяток претензий. Но строители все же довели проект до красной ленточки, чему несказанно рады почти 70 малышей и их родители. Репортаж Натальи Хмелевой. Неужели во всем районе не было ни одного лифта? Не было. Ни в больнице, ни в девочке, ни в каждом доме. А в детском саду он есть. Первый лифт в Батецком районе. Настоящая гордость. Но, конечно, новому садику есть чем похвастаться и кроме него. Теплое, надежное здание, яркие группы, новые игрушки, сверкающий хромом пищеблок и многое другое радует весь коллектив. Неудивительно, ведь есть чем сравнивать, рассказывает заведующая и вспоминает, как было в том старом детском саду. На весь детский сад было две раковинки и два унитаза. Вот так вот. Очень, наверное, на два унитаза. Да. Поэтому, конечно, это день и ночь. Первые дети, заявок уже подано 69, начнут играть в этих стенах уже в пятницу. А пока здесь ненадолго вернулись в детство другие гости. Губернатор Андрей Никитин осмотрел почти каждый уголок и лично убедился. 87 с лишним миллионов рублей потрачены не впустую. И даже то, что объект сдан с опозданием, претензии подрядчику уже направлены, общее впечатление не испортило. Когда я здесь был осенью, было понятно, что будет красиво, будет интересно, но впечатление очень яркое. То есть хороший, удобный детский садик, продуманные помещения. Все есть для того, чтобы и коллектив мог работать, и чтобы детям было интересно. К слову, как минимум один ребенок новый садик уже оценил. Маленькая Таня комментариев на камеру не дает, но ленточку, рука об руку со своим папой, перерезала. Пусть и не с первого раза, зато с удовольствием. Впрочем, глядя на всю эту красоту, невольно начинаешь жалеть о том, что детство ушло и покататься на качелях уже не получится. Впрочем, совсем неподалеку готовится кое-что и для взрослых. Есть в деревне Мойка и еще один повод для праздника. Местный дом культуры пережил долгожданный капитальный ремонт. Что изменилось? Пойдем узнаем. Входные двери, потолок, стены, окна, а главное крыша. А вот они, основные обновки, общей стоимостью более миллиона рублей. Волнение позади, осталось принять поздравления в торжественной обстановке. Это уже совсем не за горами. А заодно вспомнить, как участвовали в проекте ППМИ и добивались всех этих перемен. Очень здорово, потому что нам пришлось и сочинять, и стихи, и сказки ставить. В общем, много мы чего делали. Чтобы выиграть конкурс и чтобы починили дом культуры? Да. И сначала площадку второй раз, это лукоморье. А потом вот уже и дом культуры. Вас что больше всего радует? Ну, во-первых, крыша. Крышу теперь не течет, значит, можно внутренние работы делать. А заодно и сочинять что-то новое. Лифт, конечно, здесь не встанет, а вот проводка в здании все еще старая. Да и печное отопление хоть и создает уют, по факту греет не очень. Так что новая победа Дома культуры в конкурсе местных инициатив будет очень кстати. Из Батецкого района Наталья Хмелева, Петр Самусов, Новости, Новгородское областное телевидение.